Эй, Арнольд, ты же знаешь, что гуглить симптомы – плохая идея? О, смотри, подавленное настроение, потеря уверенности в себе, усталость. Хм, а может у тебя и правда депрессия? Возможно, тебе стоит записаться к психологу. Главное, не занимайся самолечением. Не занимайся! Ого, сколько разных антидепрессантов. Я так понимаю, читать инструкцию ты тоже не собираешься. Итак, у тебя два пакетика Prozac, 75 таблеток Selexa, 5 упаковок Zolov, полбаночки Lexa Pro и целое множество успокаивающих сиропов всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для спасения от депрессии, но если начал собирать лекарства, становится трудно остановиться. Единственное, что действительно вызывает у меня опасения – это трай-сиклик антидепрессанты. Но я знаю, что рано или поздно ты перейдешь и на эту дрянь. Ого, ну началось! Посмотри, что ты сожрал! Ингибиторы МАО могут приводить к белой горячке, отсюда твои галлюцинации. Головокружение, тремор, судороги вызывают ингибиторы обратного захвата серотонина. Эйфория, удовольствие, трициклические антидепрессанты. Кстати, ты заметил, что ты не ел уже 8 часов. Модели иногда принимают антидепрессанты, чтобы не было аппетита. А сны под антидепрессантами становятся как будто ближе и осязаемей. Что ж, Арни, как ты думаешь, это был сон или все-таки нет? Что, больше не хочешь заниматься самолечением? Стой, что ты делаешь? Нельзя сливать таблетки в унитаз. Идиот! От антидепрессантов, слитых в канализацию, рыбы становятся агрессивными. Ты же помнишь, что Тоби — пиранья? От содержания в воде флуоксетина рыбы теряют свою индивидуальность и эффект сохраняется поколениями. Черт возьми, Арнольд, лучше отнеси его к ветеринару. Ты же помнишь, что бывает, если самостоятельно назначить лечение? Хм, кажется, пираньям человечина пришлась по вкусу.